всем привет дорогие друзьям с вами я тут и сегодня мы с вами поиграем в такую замечательную игру как машинки мама сама игра находится в раннем доступе в альфе версии очень многого здесь нет и фактически за сегодняшний день мы пройдем с вами всю игру давайте посмотрим что еще у нас здесь не закончена но и вообще какая информация есть итак пожалуйста имейте ввиду что это альфа версии игра еще находится в стадии разработки я работаю над игрой уже семь лет в одиночку и теперь вместе с окружающими меня талантливыми людьми мы стремимся создать лучший симулятор железнодорожного магната что в наших силах еще не закончена мультиплеер режим управления поездом незавершенность некоторых деталей такие как иконки всплывающей подсказки иногда могут встречаться заменители вместо графики или текста финальная игра будет содержать семь эпох от паровой до футуристические 16 типов грузов 21 индустрия более 25 локомотив 40 различных вагонов больше квестов задач игровых событий мультиплеер до 8 игроков поддержка модов через steam workshop на возможность управлять поездом самостоятельно и многое другое включая планы по других видам транспорта вот это самое важное самое интересное потому что пока в игре у нас только поезда есть друзья моя любимая игра в таком жанре это транспорт икон я считаю что ни одна игра из других симуляторов и и по совокупности не переплюнула и честно говоря не понимаю почему нельзя сделать игру достойную полностью там копирующие и но просто с современной графикой и может быть там чуть-чуть поменять концепцию игры сделать более современной но то что касается количество транспорта всех взаимоотношений экономики и прочее мне там конечно все очень нравилось ладно давайте начинать выбираем новую игру запускаем и друзьям первое наше задание это первая линия эта игра посвящена строительство железнодорожных дорог самая простая железная дорога должна соединять две станции и депо две станции соответственно это армавир и владикавказ игра у нас локализована и в том числе название городов тоже наши ну естественно расположена не хаотично не так как в жизни будем строить сейчас с вами веточку между армавиром и владикавказом так теперь нам нужно их с вами будет найти и найти их проще всего вот кстати нам еще выдали новое задание первые пассажиры и найти его проще всего можно будет следующим образом это переместиться на начале мы поставим на паузу здесь есть кстати несколько вариантов времени паузы нормальное время ускорено и супер быстро давайте нажимаем на армавир и владикавказ вот нам нужно будет их соединить как же мы их будем соединять давайте сейчас мы с вами подумаем наверно 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 следующим образом смотрите мы переходим в режим строительства и вот он похож у нас как раз на транспорт икон чем-то да такие вот кубики становятся на для нас это проще прокладывать дорогу чтобы просто был хорошо виден рельеф для чего это делали разработчики я честно говоря не знаю ну да ладно сделали сделали окей давайте начали выбираем станцию нам игра подсказывает как это делать потому что начали все-таки типа обучение что-то идет первую станцию мы продолжим наверное вот как-то так вторую наверно проложим как-то вот так положим самый максимальная станция пусть будет так вот такая это самая максимальная длина дальше соединяем так нет нам нужно выбрать рельсы а то я еще одну станцию решил поставить есть и теперь нам нужно с вами поставить депо давайте построим депо подальше поближе даже честно говоря не знаю так его надо вообще крутануть наверное да вот сюда чтобы рельсы сли шли а так не идут очень непонятном направлении все пусть будет так все линия наша уже построена и теперь мы будем с вами покупать поезда для того чтобы все дальше делать валюта здесь разные сейчас у нас есть доллары они почему-то купонами называются также есть еще дерево уголь стали я так думаю что в будущем будет еще нефть и еще что-то но пока у нас есть только денежки да вот доллары и два поезда есть один покупается за денежку и тратится затраты на его эксплуатацию одна денежка и 2 покупается за дерево дерево у нас еще нет поэтому его купить не можем там уже затраты как вы видите больше тоже за две денежки так давайте берем вот этот вот первый поезд даже другому никакого купить с вами не можем если открыть вот это меню здесь нам говорят что типа уникальная возможность короче нужно перевести 50 пассажиров можно почитать а если мы открываем первую линию то она подсказывает что нужно купить три вагона пульмана давайте их купим три вагончика самых дешевых есть тоже здесь есть еще вагоны побольше и теперь мы можем уже стартовать давайте запустим игру и пусть будет у нас ездить по этой ветке если у вас ветка имеет только две станции то вы пояс можете запускать без задания маршрута но я запущу почему потому что скорее всего к этой ветке в будущем мы будем и другие ветки подсоединять железнодорожное чтобы не было путаниц даже действительно поиска здесь могут запутаться а мы между прочим собираем с вами то что заслужили и у нас уже появилось вот это дерево досочки 20 штук и теперь если мы будем поиск покупать уже можем продвинутый поиск покупать все ну что первые пассажиры давайте будем делать по факту у нас уже все это началось уже пусть наш выдвинулся теперь нам нужно дождаться пока наберутся все пассажиры на наших станциях мы ускоримся с вами на самую большую скорость видите как забавно пассажиры растекаются с ближайшие округи к сожалению изображение человечков здесь никаких нет то есть здесь пока все схематично не знаю будут ли эти человечки в будущем или не будут но пока мы можем слушать шум города ржание лошадей и разговор людей но при этом самих людей к сожалению не видно ни в поезде не на улице нигде ну было бы кажется все таки прикольно чтобы потом сделали надеюсь сделают так что у нас здесь есть еще интересного пока мы ждем давайте попробуем посмотреть непосредственно сейчас замедлимся с вами и наверное посмотрим на сам поезд давайте мы выбираем здесь есть несколько вариантов просмотра поезда вот такой вариант здесь можно переключать камеру так разный с разных прогонов сразу ракурсов можно даже погудеть нажать с разных сторон поезда можно посмотреть есть чего такая камера которая показывает кстати обратить внимание на то что есть трава достаточно симпатичные деревья но не проверю отлично этого в транспорт филе который будет последний из такого рода игр который я играл очень не хватало то что там просто было безлюдная какая-то ну точнее не безумные люди да как раз были там где пустыне было либо равнины просто зеленые все и все когда есть трава это нам интереснее смотрится да и вообще картинки достаточно прикольная симпатичная хорошо прогрессованные поезда и вагоны и вот наш поезд приезжает на станцию сейчас мы его здесь полюбуемся на станции там кстати депошечка видно тоже внутри собственно задание наше делается 42 пассажира мы уже перевезли и нам осталось еще 8 пассажиров но я думаю что это еще где-нибудь одна охотка поезда и все в городе мы можем видеть соответственно кучу всяких домов потом там будет еще дополнительные здания всякие появляться какие узнаете чуть попозже и те же жилые здания также будут добавляться буду достраиваться я честно говоря ни разу не попал на момент как они строятся не обратил внимание потому что видимо строительство здесь не очень активно идет в общем было бы очень интересно посмотреть есть какой-то элемент строительства показанным или нет ну как само здание строится все давайте разгоняемся сейчас доделаем задание а ну вот собственно мы его и сделали уже так останавливаемся забираем награду наших 100 баксов нас уже 1296 20 деревяшечек и собственно дальше мы ждем когда нам дадут следующее задание вот это основное задание так переходы с эпохи в эпоху наши инженеры на пороге больших устошенств и паровых двигателей связанных с недавним открытием металлургии и скорым открытием 1 летильного завода в нашем регионе в результате они скоро смогут построить еще более быстрые и большие паровозы и нужны только ресурсы для разрешения многочисленных исследований нам нужно короче набрать 100 деревяшек и 100 угля угля у нас пока нету деревяшек в принципе тоже пока что нет мы пока с вами только пассажиров научились перевозить сейчас мы должны дать задание по перевозу леса наверно будем перевозить вот отсюда сюда на лесопилку по крайней мере такой план давайте мы ускоримся чтобы нам дали задание потому что мы могли бы все это начать делать и без задания но вдруг нам дадут задание какой-нибудь конкретно из какого-то города перевозить в другой какой-то город чтобы нам заново потом что-то не перестраивать лишние деньги не тратить мы с вами таким образом немножко лучше подождем и дождемся нормального задания так пока мы будем смотреть как все это ездит мы посмотрим о том что у нас есть возможность по апгрейду станций и предприятий станцию например мы можем построить зал ожидания давайте прям сразу даже своим поставим вот куда-нибудь не знаю куда 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 вот сюда допустим зал ожидания он увеличивает площадь с которой стекаются граждане пассажиры на станцию на наш да то есть увеличивать зону охвата станция так и там дали задание доставить 100 бревен принципе с любого места друзья поэтому наверное будем все таки как мы планировали отсюда туда доставлять сейчас построим здесь станцию самую длинную сразу строим и есть сами предприятия тоже можно усовершенствовать и попозже я вам все это покажу так все станцию мы с вами провели потом сюда поведем на мастерскую и будем здесь уже с вами производить непосредственно доски в монетках потому что перевезенные просто доски и доски в монетках это немножко разные вещи здесь мы с вами проложим сейчас веточку для того чтобы перегнать новый паровоз из старого дупо давайте поставим здесь два семафорчика здесь тоже парочку поставим отлично принципе можно было бы конечно и построить новые депо но пока у нас мне не особо много денег депо вроде как каши не просят бы его один раз построили и все и забыли так ну что давайте за деревяшки купим вот этот скоростной поиск подберем вагон который возит у нас дерево штучки 3 2 4 возьмем здесь есть важные характеристики такая как общий вес и рекомендованный 88 общий вес 64 тонны рекомендованный я так понимаю что рекомендованные лучше не превышать жадность фраера сгубила вы же понимаете то что хочется побольше увести все и сразу так давайте теперь сделаем наш маршрут отсюда вот сюда все ну в общем то мы все сделали давайте стартуем пусть наш поезд выезжает и это будет наш первый грузовой поезд можно на него полюбоваться вот такой вот красавчик они как бы здесь все разные поезда естественно хорошо прорисованы все как пассажирские так и грузовые по моему супером по моему супер смотрите какой красавчик ну и дома тоже здесь конечно классно прорисованы хоть какая дорога мощеная вообще супер такое ощущение что это какая-нибудь стратегия там где танчики ездит еще что-то обычно в экономической стратегии как на все это это забивают хотя если взять последний транспорт фибер там городе тоже было неплохо все прорисовано то что касается города так и так этаж поезд приезжает сюда сейчас будет загружаться здесь вот у нас есть предприятие лес города армавира его можно апгрейдить сейчас мы его с вами проапгрейдим какие нас есть расширение есть лесопитомник соответственно он у нас увеличат прирост леса как видите был плюс 1 бревно теперь стало плюс 2 бревна и теперь лес будет быстрее у нас набираться возможно здесь есть при задании маршрута сделать так чтобы он полностью загружался но мы пока не будем пусть он поедет я думаю что при при росте 2 бревен быстро будут набираться бревна ну а там если что сделаем полную загрузку пока ее делать не будем все давайте ускоряемся в общем то мы здесь все сделали и другие задания у нас пока нет будем выполнять именно это задание так чтобы быстро была выполнена она у нас так ну все движуха пошла у нас потом и отсюда вот сюда вот еще сделаем веточку будем возить отсюда доски туда но попозже опять же когда появится у нас задание давайте подбуемся на эту красоту снять какая церковь прикольно можно так и потыкать посмотреть сколько людей с каждого здания идет ну и соответственно в какие полезные для нас ресурсов все это можно воплотить здесь вот в частности можно денежку получить расширять к сожалению нельзя но я думаю что в дальнейшем может быть даже они сделают так чтобы можно было расширять все эти дома и прочее посмотрим что получится пока это не реализовано пока реализована возможность апгрейда станций и предприятий у нас уже почти доставка бревен завершена сейчас мы и завершим до конца ну вот смотрите из 28 бревен который может перевозить поезд грузится 24 в принципе нормально но потом я думаю что мы еще наверно проапгрейдим попозже станцию все можно собирать нашу зарплату которым мы заработали и нам далее задание доставка леса все идет отлично наши госы счастливы чтобы вы довольно редко надеюсь что это продлится долго если вам интересно у меня есть другое продолжение для вас наши лесопилки производят больше древесины чем наш конный экипаж могут перевезти а наши склады почти переполнен нам необходимо чтобы вы связали наши лесопилки и местные мастерские железной дорогой так нам нужно достать 200 материалов мастерские получим мы 100 долларов купонов и 20 дерева давайте будем строить переходим в режим строительства на него можно перейти также пробелом и как мы будем поведем так потом нам нужно будет уголь ста еще вводить наверное мы горизонтально поставим станцию вот так вот кстати я здесь не пробовал но в принципе можно станции делать несколько платформ они все будут к одной станции относиться такое возможно так давайте ставим здесь семафоры потому что у нас двух сторон будут поезда подъезжать и наверное здесь мы сейчас с вами сделаем еще одно депо чтобы отсюда не гнать поезд проще нами наверное здесь еще одно поставить вот сюда вот да отлично и сейчас сделаем поезд который будет ездить у нас единственное мы дорогой поезд купить не сможем сможем только дешманский купить самый который у нас за купончики продается за доллара так давайте наверно мы убираем заходим сюда выбираем локомотивы вот этот мы не можем купить видеть у нас дерево нет покупаем за купончики и нам нужно еще будет купить с вами вагоны которые будут перевозить у нас доски вот эти три или четыре дайте 4 вообще 71 41 конечно соотношение просто ужасное ну ладно еще уже сделали то сделали так давайте добавляем маршрут сюда сюда как вы видите с дистанции уже много здесь уже все это делать делать обязательно больше того у нас пассажирский поезд тоже мы с вами написали маршрут ему то что у нас он тоже уже со всей этой веткой соединен они как бы все находятся в единой системе так и все наш поезд выезжает выдвигается он будет медленно у нас ездить к сожалению но я думаю что со временем мы его наверно потом поменяем на что-то более быстро и будет нормально так здесь нужно нам прогредить будет отопительную установку поставить для этого нужны доски вот мы можем уже сейчас сделать мебельную фабрику он будет из досок перевезенных из обычных досок привезенных делать будет доски соответственно которые пойдут у нас как купончики да будут ну и потом также можно будет вот еще сельхоз инструменты сделать в будущем когда у нас железо появится на запасе продуктов тоже можно будет сделать но пока мы сейчас всем этим заниматься просто не можем не то что не хотим просто у нас нету необходимых всех материалов это все на будущее у нас апгрейды для данного вида мастерских когда они у нас появится мы соответственно сможем все это с вами делать так ладно давайте закрываем и посмотрим теперь как у нас дела обстоят здесь на лесопилке а здесь у нас как вы видите ну все повез поезд с той стороны поезд стоит потому что здесь пути заняты здесь поезд едет потому что все у нас можно там подсесть на него посмотреть книги это медленно конечно потому что перегружена потому что не рассчитан на такой большой груз здесь нужно поискаж помощнее сделать как говорится чем богаты тому и рады все давайте ускоряемся постепенно я думаю что сейчас мы сделаем задание по доскам вот он уже привез 28 200 окей ну и теперь нам нужно будет дождаться пока он все это перевезет и получим когда мы следующее задание сейчас посмотрим какие расширения у нас есть на лесопилке здесь у нас есть общежитие за дерево есть магазин игрушек которые бревнах привозят и за деньги идут есть склад есть паровая лесопилка ну в общем всякие апгрейды принципе нам все это к сожалению сейчас недоступно потому что все такие валюты идет за такие ресурсы которых у нас еще даже в помине не опала ну вот там что-то за доски может быть мы у нас и досок пока что мало так а нам дали следующее задание которое называется вырубка леса давайте посмотрим что за задание я нанимаю вас вашу компанию потому что мне нужна помощь мне принадлежит лес который был сильно поврежден прошедшим с штормом большое количество деревьев было повалено так куда нам нужно будет вот сюда попасть слушайте а здорово ближайшие лесопилка здесь рядом я вот сколько играл у меня все время получалось что лесопилка очень далеко находилась от леса а здесь мы сейчас быстренько поставим станции они рядышком друг с другом будут и мы вполне сможем выполнить это задание достаточно быстро так давайте вот так вот еще с вами поставим станцию здесь поставим вот такую станцию я так понимаю что чем дальше вы перевозите товар то это вообще по барабану то здесь совершенно роли никакой не играет играет сколько вы перевозите то есть чем короче путь будет тем для вас выгодней вы просто быстрее его перевезете и за одно и то же количество времени получите больше денег так путь мы с вами построили давайте покупаем локомотивы купим вот такой вот локомотив купим сейчас нету знаете наверное мы его продадим кстати цена продажи в два раза меньше чем цена покупки мы купим у нас есть с вами доски купим сразу вот этот быстрый локомотив прикупим к нему два вагона по перевозке дерева три я думаю что трех хватит зададим маршрут сюда и вот сюда отлично все здесь мы все сделали давайте стартовать а как и наш поезд а сейчас мы выговорим с вами из депо все здесь у нас все готово маршрут есть все есть принципе вот здесь вот можно поставить полную загрузку мы верно чтобы он туда-сюда не прыгал чтобы он подъезжал туда к лесу здесь полностью загружался и потом уезжал вот так мы сделаем полную загрузку и полную загрузку он будет у нас сделать на станции 7 да все верно все так и должно быть так окей друзья значит смотрите что мы сейчас с вами будем делать почему поезд не движет потому что мы забыли нажать старт все банально так ну что в локомотивы мы все с вами сделали и сейчас мы попробуем наверное с вами прогрейдить лес чтобы больше веса вырубалась давайте попробуем это сделать так всю поезд отсюда выдвинулся а мы смотрим с вами расширение для леса леса питомник за 100 купончиков отлично и теперь леса у нас будет очень много добываться и даже смотрите один уголь есть плюс 5 леса плюс один уголь супер загружаться будет поезд очень быстро нас уже 28 леса 28 бревен так что я думаю что мы быстро выполним это задание но в любом случае выполнил потому что в прошлые разы мне за 10 лет не удавалось перевести нужное количество бревен потому что всегда получалось что где-нибудь вот но таком расстоянии находились станции так ладно давайте посмотрим что здесь у нас по доставке леса по доставке леса все двигается и мы его почти уже сделали и это здорово глянем какие здесь мы расширение можем сделать вот смотрите мы можем построить общежитие давайте построим это образом она будет выглядеть производство увеличивается благодаря возможности размещения персонала непосредственно на лесопилке они могут больше работать меньше ходить и поэтому больше у нас получается досок и это отлично так сто шестьдесят восемьдесят двухсот у нас уже доставка леса вырубка лес тоже пошла 8400 постепенно мы ее там сделаем мы теперь нам нужно просто дождаться когда все привезут потом нам дадут следующее задание и мы приступим к строительству новой веточки как она пойдет пока сложно предположить но скорее всего наверное пойдет от угольной шахты к мастерским так смотрите доставку леса мы с вами сделали можно забрать на городу ничего себе вы спасли мою шкуру и владельцы моей компании тоже я рад что нашел такого надежного делового партнера окей давайте здесь закрываем разгоняемся ждем следующее задание нам нужно будет накопить соответственно 100 досок и 100 угля доски мы уже знаем где с вами брать уже вот сколько их заработали угля пока нет а вот и задание на доставку угля отлично давайте смотреть я снятой человек у меня нет времени с этим возиться спрос на уголь мастерских растет а у меня есть несколько богатых углем шахт я хочу чтобы вы перевезли уголь им как можно быстрее но все давайте теперь строить итак угольная шахта ближайшие наверное вот это и будем вести путь сюда сейчас переходим с вами в режим строительства строим станцию на стороны и вот так отлично берем рельсы кстати в автоматическом режиме здесь строит просто безобразным не столько раз прерывисто получалось построить поэтому лучше вот сделать перестраховаться и таким образом сделать иначе на пути могут быть здание и просто напросто у вас построиться таким образом что посередине будет здание стоять и все и будет мешаться проезда естественно так ok здесь мы все сделали давайте купим новый локомотив побыстрее который купим вагоны вагонов здесь два типа у нас есть подороже за дерево и подешевле за деньги мы купим за деньги штучки наверно 4 до 4 штучек я думаю чтобы достаточно берем маршрут сюда и вот сюда все все мы с сделали можно стартовать лишнее закрыли а мы сейчас пока что подождем с вами пока уедем вот этот вот поезд побыстрее сделаем все свалил он и запускаем еще один наш поезд на вышло сообщение о том что простаивается на свет на семафоре поезд мы сейчас папа уже посмотрим позанимаемся этим я думаю что все нормально бы все он уже уехал так и нам дали новое задание который вот так вот трясется в общем смысл этого задания в том что нужно владеть шестью поездами у нас пока что с вами только их 5 поэтому нам нужно задачиться еще какой-нибудь новой линии который будет приносить нам прибыль датки баги тоже к сожалению друзья есть но что вы хотите альфа доступ все дела кстати игру уже можно вполне в стиме приобрести она там продается по-моему с начала октября если я не ошибаюсь но я думаю что спустя какое-то время она конечно станет поинтересней когда у неё появится хотя бы 7 эпох которые они обещали так давайте найдем место где мы будем прокладывать новую линию вот можно между кировом и барнаулом проложить не знаю как-нибудь вот сюда поставить и но давайте переходим в режим строительства выбираем станцию вот так вот наверное проложим ее и теперь проложим это же не знаю как вот так вот давайте на проложим соединим их рисами есть откуда мы будем брать поезд отсюда или поставим там просто новое депо доверно просто депо поставим что потому что здесь вот очень тяжело протаскивать будет линию чтобы поезд мог доехать хотя что-то мы уже депут по натыкали я как-то раньше делал депо здесь можно апгрейдить и соответственно обгрыженные депо она будет дополнительной плюшки давать какие мы узнаем сами чуть попозже ну ладно давайте сделаем вот так вот без использование старого депо поставим просто новое депо выбираем его выбираем локомотивы какой выбрать побыстрее или помедленнее давать подешевле которые купим купим наверно два таких фото вагона отлично сделаем маршрут почему делаем маршрут я уже вам объяснил потому что возможно в будущем здесь будет просто присоединение еще какой-нибудь другой ветки и запускаем старт все отлично итак у нас задание выполнено субсидию мы можем забрать прекрасную субсидии наши все отлично супер здесь мы все сделали и теперь нам нужно 200 единиц путей проложить за этому получим 20 угля а уголь как вы помните нам нужен для завершения основного задания так 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 доставка угля доставка угля у нас идиот полным ходом здесь у нас все работает все фуры чит можем отопительную установку поставить будет больше угля у нас давайте поставим вот сюда отлично деревом потратили дом при этом угля теперь нас будет больше мебельную фабрику массами уже до этого построили осталось еще запасы продуктов сделать но для этого нужно нам железо будет железо у нас к сожалению нет пока что так все давайте ускоряемся мы ждем пока перевезут все что нам нужно и теперь посмотрим с вами вот сюда так нам нужно строить пути чтобы вы соединять воронеж с волоски можно попробовать соединить железнодорожной веткой давайте наверное эти мы займемся с вами выбираем строительный режим ставим станцию так как вот здесь вот построим ее отлично давайте поставили и опа а здесь он нам придется ровняет смотрите-ка здесь просто так на станцию не сможем поставить здесь видимо придется выравнивать давайте наверное поставим станцию вот так вот видите не влезает до по радиусу берем бульдозер и сейчас мы с вами все разровняем здесь вот так вот вот так вот переходим к железнодорожной станции и ведем ее сюда все есть линия проложена наверное мы сейчас с вами здесь еще одну ты по поставим очередное есть и купим поезда так у нас эти деньги кончились кончаются можно взять взаймы чуть попозже возьмем давайте по вагонам посмотрим пульман два вот таких все вот не хватает денег окей давайте нажимаем и здесь можно посчитать если у вас мало денег вы можете заметить некоторым количеством нажав на иконку денег в левом нижнем углу экрана окей здесь у нас все делать так у нас недостаточно жетонов на обслуживание потому что нам же еще деньги нужно на обслуживание здесь мы заходим занимаем здесь же можно взять кредит можно сдать посмотреть общую ситуацию по кредитам сколько мы вообще должны это сейчас а вот займа у нас получается 1100 сейчас на текущий момент и теперь нам нужно будет запустить поезд процент по займу он принципе не очень большой но он есть потом в будущем мы просто все деньги выплатим и тогда у нас минусоваться процент по займу не будет давайте мы сейчас тогда сделаем линию и запускаем поезд все линию проложено запущено отлично поезд пошел здесь давайте посмотрим смотрите мы только четверть сделали вроде таки длинные пути проложили а всего 50 штучек проложили надо еще где-то искать возможности для применения наших талантов давайте попробуем из брянска в тюмень что ли проложить можно еще вот в подольск потом сюда можно тройную ветку сделать чтобы по длине было давайте ставим станцию в подольске вот такую здесь мы поставим тюмени наверное вот так вот поставим да и вот здесь вот мы поставим в брянске так а почему не получается ой 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 что такое так давайте попробуем удалить что-то мы лишнее здесь сделали вот таким образом кстати удаляются станция так попробуем вот так вот может быть проложить не могу понять а у нас не хватает жетонов то есть на две штучки нам хватает а дальше не хватает давайте займем денег побольше нам что еще помимо рельсов придется еще и покупать непосредственно сами паровозы так давайте тащим ветку вот сюда отлично и отсюда вот сюда всего супер ставим с вами дупо покупаем поезд локомотив ну давайте наверно вот этот быстренький возьмем так возьмем два вот таких вот вагончика маршрут выберем отсюда сюда так стоп надо плюсик сюда и отсюда вот сюда ну а дальше уже по кругу пойдет нормально все поезд поехал отлично ускоряемся так как для прокладки пути нам еще 66 нужно проложить их давайте-таки найдем где еще можно проложить пути 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 куда же нам их еще проложить там с армавиром соединить подольск мы уже соединили принципе там тулы есть у нас еще до тулы можно доехать так ничего то я не наблюдаю никаких таких хороших вариантов можно тулы до кирова здесь какие-то горы у нас еще какая-то фигня что-то не особо охота с этим возиться совсем так у нас пока есть задание улучшение депо давайте посмотрим почитаем его теперь у нас достаточно денег что можете улучшить ваши первые депо так и мы можем его действительно улучшить только вопрос в том чтобы выбрать то депо какой улучшать даже депо у нас теперь много и и здесь это реально может быть некоторые главные боли давайте мы сейчас проложим дорогу вот сюда так нет подождите нам нужно выбрать станцию и теперь проложить путь есть отлично так вырубка леса мы половину сделали прокладка путей 181 из 200 еще чуть-чуть надо их проложить будет так и нам еще нужно будет придумать где построить депо потому что поезд нам тоже еще понадобится мы сейчас вот здесь вот поставим семафорчики сами здесь тоже поставим на всякий случай потому что неизвестно чего у нас как будет идти так ну давайте наверное где-нибудь вот здесь вот поставим депо с вами вот так вот вот таким вот образом отлично ну и также еще поставим семафоров чтобы поезда друг дружку не мешали когда будут заезжать в депо и из депо есть отличного здесь мы все сделали так и теперь нам нужно будет сделать еще один поезд который пусть будет у нас вот такой вот вагончики возьмем пульманы штучки 3 выбери маршрут потому что на ветке у нас уже много поездов и в принципе все наверно можно запускать сейчас мы посмотрим чтобы проехал поезд чтобы мы с ним не столкнулись наверно столкнуться они сейчас на рано я запустил поезд там ну ладно сейчас посмотрим да так я и думал что они встретятся и будут толкаться друг с дружкой сейчас мы один развернем он отъедет этот проедет этот тогда уже поедет на свою станцию все эти ускоримся иначе мы будем долго ждать отлично уехал этот проехал все теперь у нас уже все нормально можно переходить в норму так девяносто девяносто четыре мы проложили осталось шесть давайте мы с вами наверное просто так проложим рельсы потому что я уже не знаю какие еще маршруты здесь прокладываюсь нам нужно так чтобы нам засчитали эту задачу все по удаляем здесь есть сделали теперь выбираем прокладку людей забираем приз и нам предлагают сделать апгрейд станции у нас есть только один погрузочный экран поэтому погрузка выгрузка товаров идет чрезвычайно и медленно людям негде сидеть в залах ожидания они вынуждены ходить в туалет на улицу необходимо что-нибудь предпринять сейчас будем апгрейдить нам нужно будет три здания проапгрейдить наверно мы будем с вами пассажирские станции апгрейдить и у нас есть несколько станций совершенно не проапгрейдженных соответственно сейчас мне с вами проапгрейдим как в начале игры так давайте зал ожидания поставим так раз вот здесь железнодорожная станция написано все дела и и теперь на других станциях тоже сделать нужно будет нам такой еще два раза проапгрейдить не знаю есть смысл здесь сделать здесь всего два дома ну давайте наверно сделаем поставим же зал ожидания есть и еще она нужно будет проапгрейдить наверное вот здесь вот сейчас мы еще проапгрейдим расширение ставим жал зал ожидания почему его жалом хочу назвать я не знаю так у нас 141 уголь 66 досок и нам нужно забрать награду 91 доска и 141 уголь мы с вами практически закончили вот это вот первую эпоху пара сейчас мы ее с вами закончим и сделаем небольшой перерывчик наверное я так думаю нам осталось только дождаться пока соберутся все необходимые материалы давайте мы ускоримся ну давай давай быстрее собирай год 94 уже отлично 97 ну что-то как-то долго пошло эй что-то зависло все 100 друзья сделали давайте мы с вами в норму на нормальную скорость и переходим к следующему этапу и так здесь мы все сделали нам нужно инвестировать 100 досок и 100 угля инвестируемых и для того чтобы перейти к следу если сделать следующее задание нам нужно будет уже инвестировать 200 досок 200 угля и 100 железо все больше газет пишут о эволюционном двигателе внутреннего сгорания не говорят нет угольной пыли и грязи чистой энергии завтрашнего дня так что вот так вот ничего мы пока ничего не можем с вами отгрузить все что у нас есть все есть и дали нам следующее задание удобный случай но делать мы его будем с вами уже следующий раз большое спасибо что смотрели приходите еще будет много много всего интересного а и а и и и и и и и